На канале Юганск новости в студии Мария Сераева. Здравствуйте! В начале коротко об основных событиях вторника. Сейчас мы заканчиваем работы по внешним сетям, заканчиваем работы на резервуарах. Важнейшие объекты глава администрации города Нефтьюганска посетил станцию обезжелезования и косы. По тонкому льду инспекторы ГИМС рассказали рыбакам о правилах зимней рыбалки. Они быстро утомляются, но тем не менее, вы знаете, это самые добрые, самые лучшие дети. Особенные люди. Сегодня Всемирный день инвалида. Сложно, но важно. Вячеслав Арчиков выехал на две наиболее актуальные для жителей стройки. Речь идет о возведении канализационно-очистных сооружений и обновлении станции обезжелезования. Что происходит на площадках и когда будут сданы столь актуальные объекты, узнала наша съемочная группа. Одна из масштабных строек, связанная с возведением канализационно-очистных сооружений, развернулась вблизи городского рынка. Учитывая то, что наши канализационно-очистные сооружения, которые сейчас работают, КОС-12, очищают только 50% стоков. А остальное после обеззараживания путем хлора на рельеф сливается. Поэтому этот объект жизненно необходим нашему городу. На возведении такого объекта не все идет гладко. Из-за расположения сооружений в болотистой местности проблем хватает. Согласно проекту, у них здесь вода должна быть с минус 7 метров. А она идет с минус 2 метров. На данный момент почти полностью закончен демонтаж старых конструкций, а также заложены фундаменты новых. Осталось только вывести металлолом, чтобы расчистить площадку для подведения инженерных сетей. Эту работу должны начать уже на следующей неделе. Также совсем скоро приступят к монтажу железобетонного каркаса зданий. В первый этап как раз строительство входит, то, что предусмотрено контрактом. Полный комплекс инженерных коммуникаций, подводящих энергоснабжающих линий, энергоснабжающих установок газопоршневых и, соответственно, здания технологических химкостей, здания доочистки и все, что необходимо здесь по технологии. Чистая вода в Нефтьюганске уже стала притчей в Языцах. Сейчас она лишь обеззараживается хлором. Однако конец мучениям не за горами. Сентябрь следующего года. С этого времени воду из-под крана можно будет пить без опаски. Сейчас мы заканчиваем работы по внешним сетям. Заканчиваем работы на резервуарах. Работы ведутся точно так же и внутри помещений. Это замена насосного оборудования, замена задвижек, замена трубной системы. Так что работы идут полным ходом на данном объекте. Практически готово здание лаборатории. Осталось только отрегулировать температуру в помещении. На следующей неделе жизнь закипит на первом этаже в кабинетах химанализа. Бак лаборатория на втором этаже заработает позже. Здание лаборатории практически готово на 95%, в котором мы сидим в здании. Некоторые светильники мы видим недовешенные. Согласовали с эксплуатацией. Сейчас подрядчик заменяет их. До января должны обвязать инженерными сетями новые резервуары. Сейчас эти работы выполнены на 30%. По их окончании на всех сооружениях в марте займутся электроснабжением. Мы выходим вот в этот район. Остается вот эта часть. Вот в районе ЦМО. Да, в районе ЦМО. Сейчас на готовых сооружениях приступили к монтажу оборудования. Объект готов на 60%. Депутаты Госдумы обеспокоены снижением чувства патриотизма у россиян. Один из народных избранников за неуважение к ветеранам и жертвам Великой Отечественной войны предложил штрафовать минимум на 500 тысяч рублей, либо сажать в тюрьму на 7 лет. Далее простая экономика. За двое суток с момента формальной отмены мобильного рабства сменить оператора с сохранением номера пожелало чуть более тысячи россиян. Операторы сотовой связи советуют повременить с переходом хотя бы несколько недель. На начальном этапе у абонентов-перебежчиков могут появиться проблемы с роумингом, доступом в интернет и пополнением счета. В будущем, как обещает Минкомсвязи, смена оператора приведёт лишь к краткосрочному перерыву связи, входящей до получаса и сходящей до шести часов. Не только население должно платить штрафы, если допускают просрочку коммунальных платежей. Санкции надо распространить и на поставщиков услуг, которые делают неправильные начисления. Такую рекомендацию общественная палата включила в отзыв на законопроект об укреплении платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов. Согласно документу, пени за просрочку оплаты счетов за электричество и тепло должны увеличиться для населения в два раза. Свой отзыв общественная палата направила в Госдуму. Льготная ставка по страховым взносам для малого бизнеса останется на уровне 20% до 2018 года включительно. Касается это только коммерсантов, не занимающихся торговлей. Соответствующие поправки в законодательство подписал президент страны. Льготный тариф продлевается и для взносов в пенсионный фонд. Этой привилегией смогут воспользоваться производственные и социальные малые предприятия, аптеки, некоммерческие и благотворительные организации. Операция «Тонкий лёд» не теряет своей актуальности. Инспекторы ГИМС регулярно предупреждают рыбаков об опасности на воде. Несмотря на то, что на улице заметно похолодало, лёд ещё не везде укрепился. В рейд со спасателями выехала и наша съёмочная группа. «Информацию принесли. Почитайте, пожалуйста. Посмотрите. Это по безопасности на воде». Чрезвычайно опасный фактор зимней рыбалки – это тонкий и непрочный лёд. Учитывая то, что осень была достаточно тёплой, он ещё не успел полностью укрепиться. Однако самых увлечённых рыбаков, а их немало, это не останавливает. Некоторые понимают, что нужно быть готовым к экстренной ситуации. По словам специалистов, бывали зимы, когда в начале декабря толщина льда достигала полуметра. Сегодня замеры показали только 20 сантиметров. Ближе к середине озера эта цифра стремительно снижается. В конце октября на одном из карьеров чуть было не утонул человек. Тогда, по данным ГИМС, толщина льда составляла всего 5 сантиметров. Но заядлого рыбака это не остановило. Спасли утопающего водителя, проезжавший мимо. Такие случаи не единичны, подтверждают сами любители рыбной ловли. Анатолий Козлов, например, чаще пренебрегает мерами предосторожности. Из-за этого не раз был на волосок от смерти. А как выбирались? Сам. Как? Как. Буро. Да нет, рука. А лёд толстый был, когда проваливались? Да это весной был. Он толстый, но он рыхлый уже. В этом году синоптики прогнозируют аномально тёплый декабрь. А солнечная погода негативно влияет на прочность льда. Толщина его не меняется, а вот надёжность снижается в разы. Не выходить в местах, где есть большие сугробы, не подходить близко к открытой воде, к полынье, не стоять на месте, где выходят подземные ключи или сброс вод, не собираться вместе, ну большой группой, я имею в виду, не пробуривать рядом очень много лунок. Результаты рейда показали. Большинство рыбаков занимаются любимым делом с детства, поэтому знают, как вести себя на льду. И всё же погоня за хорошим уловом порой затуманивает разум. А улов-то самый большой какой был? Улов самый большой, где-то рыб 50, за 2 часа, 2,5 часа. Это азарт, скажем так. Светлана Ряписова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Эпископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил Нефтьюганск. Прежде чем отправиться в храм, он заехал в городскую больницу. Здесь Владыка пообщался с сотрудниками и ответил на их вопросы. В частности, речь шла о потребности медицинского учреждения в своей часовне. Владыка Павел – частый гость Нефтьюганский. В этот раз епископ привёз с собой святые мощи, которые были переданы Ханты-Мансийской епархии год назад. Это их первое путешествие по Егорской земле. Возможность прикоснуться к святыне есть у каждого. Конечно, эти святыни мы сопровождаем, чтобы народ смог приложиться, попросить просимое, необходимое и прикоснуться к святыне, чтобы и осветить, скажем, душу и тело своё. Поэтому сейчас, совершая богослужения по Нефтьюганскому району, у нас вся неделя, мы совершать будем и дальше богослужения по Нефтьюганскому району и завершим уже рождественскими чтениями здесь, которые будут проходить 5-го числа. По мнению Владыки, сама жизнь неоднократно доказывала, что врач, будь то терапевт или хирург, должен вооружиться не только знаниями, но и верой в Бога. Да и пациенту на больничной койке гораздо легче пережить недуг в молитвах. Особенно, когда страдает тело, и здесь и душа больше сокрушается, и человек больше обращает внимание на свою жизнь, на своё правильное или неправильное поведение. Всё это время, когда человек на койке, можно судить даже каждый из нас по себе, думаешь обо всём и анализируешь свою жизнь, где-то что-то правильное или неправильное поступил, или сделал не так. Владыка служил в православных приходах и за границей. Четыре года в Америке, в Сан-Франциско, и столько же в Италии, в Риме. Епископ отметил, что там практически во всех больницах есть свои молитвенные комнаты и даже домовые храмы. В нефтьюганском стационаре тоже будет часовня. Идею предложили наши врачи. Владыка сейчас обещал, что там будет служить священник. И он будет на постоянной основе находиться, прикреплён к нашему храму, к нашей больнице. Чему мы несказанно рады. И будут проходить службы, будут проходить соборов, они будут, этот священник будет ходить в палаты к пациентам. С помещением уже определились. Часовню разместят на втором этаже терапевтического корпуса. Открытие планируется в первом-втором квартале следующего года. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Рубрику «Другие новости» сегодня представляет компания «Меховые традиции». 7 и 8 декабря в культурном центре ОПИ пройдёт ярмарка шуб и дублёнок. Новые коллекции. Универмаги Нью-Йорка официально открыли сезон рождественских распродаж. Покупатели здесь считаются одними из самых искушённых. Их уже не завлечь простыми ёлками и Санта-Клаусами. Поэтому на витринах появились целые анимированные истории на тему предстоящих праздников. Над инсталляциями работали аниматоры, визажисты, композиторы, музыканты и писатели. Композиции должны заставить покупателей сменить приобретение подарков в интернете на физический поход по магазинам. Ещё одним немаловажным приёмом стали живые выступления. За последние несколько лет конкуренция среди витрин переросла в разряд «Кого посетит лучшая идея?». В этом году, я думаю, мы нашли отличную идею для оформления. При этом, сколько стоит такое оформление, крупные универмаги предпочитают не раскрывать. По догадкам аналитиков, сумма может достигать полумиллиона долларов. Что ж, похоже, такие затраты окупаются. Некоторые универмаги за период рождественских праздников зарабатывают пятую часть своей ежегодной прибыли. Люди с особой судьбой. Сегодня тёплые пожелания добра и благополучия получали нефтеюганцы с ограниченными возможностями здоровья. Международный день инвалидов. Воспитанники реабилитационного центра детства показали премьеру нового спектакля. А в молодёжном центре «Юность» прошёл концерт. Помоги мне, ай, болит. Нос, разбух, щека болит. Так-так-так-так-так. Очень интересный случай. Главные действующие лица постановки – дети с ограниченными возможностями здоровья. Как настоящие актёры, они готовились к премьере, учили роли, мизансцены. И вот он – долгожданный показ для самых близких – родителей, воспитателей, медиков. Многие ребятишки сегодня дебютировали на своеобразной сцене, а для Анечки Батыгиной это уже не первая роль. С кафу жила белка, а на диване жил колючий ёж, а в сундуке мыши. Девочка попала в центр детства, когда ей было всего полтора года. До сих пор бороться с недугом дочери Светлане помогали педагоги, медики и соцработники. «Все беды, все горести, все печали, всё на глазах, всё с ним. И дети, то есть Анюта, вот мой ребёнок Анюта, она взрослела, умнела, становилась как личность благодаря этим людям, которые окружали её в центре. Они быстро утомляются, но тем не менее, вы знаете, это самые добрые, самые лучшие дети, с которыми нам очень нравится, и мы любим с ними работать. И создавать эти сказки для наших детей, ну, это просто огромная радость для нас». Практика устраивать премьерный показ спектакля для друзей началась 9 лет назад в рамках реализации проекта «Делаю и дарю праздник». Сегодня всем меценатам удалось собраться вместе и вручить подарки юным дарованиям. «Хочу сказать огромное спасибо прежде всего и коллективу, руководству этого учреждения, поддержке всех структур, кто есть у нас в городе. Это и подарки, это и внимание, это праздники. Ну, а, конечно, самое главное, это дети, которые уже дают результаты такой работы». «Общество, наконец-то, поворачивается лицом к данной категории как взрослого населения, так и детей. Потому что, наконец-то, начинает организовываться как в России, так и в городе доступная среда. Потому что это люди, которые должны, в соответствии с своими потребностями, иметь доступ ко всей инфраструктуре городской». Программа «Доступная среда» сегодня реализуется и в нашем городе. Для инвалидов вводятся вакансии на предприятиях, оборудуются рабочие места, организуется отдых. Многие учреждения уже оснащены современными системами специально для таких групп населения. «Особую благодарность хотел бы выразить нефтьюганцам, которые оказывают людям с ограниченными возможностями посильную благотворительную помощь. Спасибо им за неравнодушие к людям с особой судьбой». От главы города и главы администрации руководители нефтьюганского городского общества инвалидов получили памятные адреса и подарки. А всем собравшимся творческие коллективы «Нефтьюганцка» подготовили праздничную концертную программу. Инна Новикова, Анжела Галиева, Денис Ефремов, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Больше добрых дел и позитивного настроения. Девиз Римышем Судиновой, специалиста планово-бюджетного управления «РН-Юганскнефтегаз». Экономике и финансам женщина отдала около 30 лет, а ее многолетний труд отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. Бухгалтерская финансовая работа, анализ кредиторской, дебиторской задолженности, работа с подрядчиками, налогообложения. Одним словом, все ступени экономической деятельности покорились этому удивительно трудолюбивому, энергичному человеку. Сейчас, конечно, я работаю в плановом отделе уже много лет. В целом я свыше 20 лет работаю в «Юганскнефтегазе». Я занимаюсь, составляю, оформляю, формирую финансовые бюджеты Главного управления добычей нефти. Сегодня Рима Шамсудинова убеждена, что нет ничего невозможного, если у человека есть большое желание учиться, трудиться и приносить пользу. О каждом, с кем доводилось сотрудничать, у нее находятся добрые слова. Наверное, потому что сама человек большой души. Программу «Визит» о Риме с Шамсудиновой смотрите сегодня после выпуска новостей. Посылка по воздуху. Американские разработчики не перестают удивлять своими изобретениями. На днях во всемирной паутине появился ролик, в котором подробно продемонстрированы новые возможности доставки почтовых посылок. Далее без комментариев. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! На этом все. Узнавайте о событиях города на канале «Юганск» в 7 вечера. Всего вам доброго и до встречи в эфире!